блин когда все-таки без дошульки столько столько вот работа это просто без приготовить пожрать ладно поставь там ходу сейчас быстренько нарежу салату даст разложить мотива вот у меня здесь шмотки кстати товарищу в подарок покупал так еще не передал бифитр это видит как он джин по-моему и вискар там витамины у меня короче надо разобрать до разложить шкаф вот чемодан один значит разложил вот этот вот с которым я приехал этот я оставлял у товарища короче просто под полка видите тумба подобие не закрывается размер большой либо и не помню что это где-то эти языки не влазит вроде все улезло но короче вот это все не люблю когда вот так вот все надо раскладывать люблю когда все аккуратно сложен и счет целый день значит по застройку по застройке вот вечером домой приходу да не буду нигде там булками этими перекусывать возьму себе и приготовлю и что-то блин привык что до шулька все время не вечером 1 1 1 ты таки она тем более знать что вечером люблю есть такое знаете нейтральное чтобы то не было тяжело вот например крылышки варю они как бы для меня тяжело дальше знает что вечером салате максимум там небольшой кусок хлеба ну не знаю может быть какой-нибудь кусочек мяско если есть подглядать что это короче набрал то что вот знаете вот мужик как говорится без бабы привык что до шумка все это делать поэтому уже блин это вот за это даже думать пришел магазин не знаю чем не надо купить вроде огурцы и помидора че с ними делать а салат курицу отчет курицы ну короче разберусь конечно же но от вы подвык а по витаминам кстати спрашивали что касаемо витаминов вот здесь у меня cd и цинк потом магнезиум но магнезиум ребят смотрите они разные есть есть магнезиум который пьется для сна да для успокоения есть магнезиум который для энергии в этом обязательно нужно разобраться либо в аптеке спросить потом бэшки на комплекс витаминов b обязательно и л-карнитин или карантин я пью на точек утром 2 получается капсулу по 700 миллиграмм того 1400 получается вот и весь день на энергию вот только вечером сейчас вот успокаиваясь это думал еще на пробежку пойти но после перелета блин думаю пробежку не вывезу нужно сильнее поспокойнее уже завтра с утра пробежка тренировка и рабочие процессы все больше всего не люблю вещи раскладывать это просто такой трендец помимо то что я просто разложить их еще надо погладить что не в чемодане все смялись нужно у вас ставить вот до завтра завтра тоже надо рассказать ладно так разложил я все-таки свой шкаф где мы здесь свет сейчас покажу все ну еще и место осталось все разложил так что место осталось но по большому счету у меня не так много вещей но я просто не люблю поэтому это еще нужно все погладить раздать ну да и да это ладно самое главное хотел вам показать вот мой будущий салат помидоры огурцы кинза и сельдерей вот сельдерей на самом деле я не очень люблю в сыром виде не то что все вопросы знаете многие сидят как панды грызу сельдерей он очень полезного насчелачивает очень круто организм поэтому его нужно есть поскольку я не очень люблю поэтому сильно сильно его так это измельчает все это дело сейчас отправиться сюда в салатницу после это польется оливковым маслом и вот такой чекен нас ждет это ребят к вопросу к тому как бы вот есть на ночь но при этом еще и не поправляться чтобы есть на ночь и не поправляться в принципе я не знаю напишите в комментариях как по вашему мнению есть лишний вес у меня нет личного веса толстый я не толстый сейчас покажу свои формы не втягиваясь ничего как есть при этом я там не занимаюсь там в тренажерном зале каждый день или через день я в тренажерный зал прихожу делаю пробежку и после пробежки просто там подтягиваясь там 15 раз там не за могу штангу пойти по то есть у меня нет такого как у профессиональных спортсменов там режим три раза в день и питание супер супер нет я просто на ночь стараюсь не есть всякое дерьмо никаких каш никаких макарон никаких я не знаю там углеводов только вот огурцы помидоры ну и кстати вот этот курица тоже я считаю что курица на ночь не очень полезно лучше конечно же конечно жирноват можно было и поменьше но вот или 39 лет вес мы 83 килограмма рост у меня 175 сантиметров вот ну а вам уже судить как там мало или много вот сейчас все это дело приготовиться и будем уже ужинать что-то я с влогами под завязал как только приехал в дубай здесь куча работы куча всякого движения поэтому до камеры рука вот не дотягивается сейчас начался праздник пятидневный а даже больше восьми дневный вот первый раз решил вырваться на колбич это считается один из таких хороших пляжей где есть кафешки где есть туалеты где есть рестораны кому нужно вот но я хочу просто этот день провести на песке бросить полотенца полежать почитать книгу грубо говоря просто поваляться но и конечно же сделать обзор данного пляжа вам больше никуда не буду двигаться потому что что-то я от этой суеты под подустал нет как хотел сказать не привык конечно же привык к такому для меня это не впервые вот но просто когда из так сказать семейной алании где все спокойно все близко и так далее попадаешь грубо говоря в пучу таких бурных движет движух и эмоциональных вот таких вот но это я называю эмоциональных всплесков да потому что здесь застройщиком надо ездить с клиентами встречаться расстояния большие придавать поживала не там 10 минут 15 минут ты на месте здесь конечно чуть по-другому я не жалуюсь и наоборот радуюсь что вот такая движуха мне есть вот поэтому сегодня выходной книга камера в руках максимум волейбол если будет на пляже все поехали сегодня еще немножко пасмурно я кстати подъезжаю старбакс старбакс зайти хотя ладно такой вот всякий торговый центр небольшой кстати здесь те комьюнити которые вот застраиваться причем прикол вот почему я своим клиентам до предлагаю больше как бы направить свое внимание на комьюнити комьюнити либо там новые застраивающиеся районы которые будут там созеленение созеленением на 50 процентов больше чем от вот вы увидите здесь и так немало зелени и слава богу вот здесь зелень здесь или посажен все виллы в зелени но новые районы они утверждены чтобы зелень было было в 50 до 50 процентов больше на 50 процентов больше и это круто вот а комьюнити чем удобно что ты вышел у себя в грубе в большом большом поселке вот как я живу хардман где один вышел это вроде билдинге большие вроде и как ты в самом городе находишься вот прикольное зеленение в общем все просто в пальмах зелень вот ну и при этом у тебя все есть вот две минутки я на месте первое что порадовал когда смеется что есть крытая парковка этого реально вот в дуба их не хватает крытые парковки ну все либо открытые парковки либо подземные это основная масса но здесь это радует вот плюс что здесь реально куча всяких вот забегала в кафешек где можно попить кофе здесь он ход чипс какой-то и так далее так далее много чего я сейчас даже микрофончик и наверно одену чтобы было получше меня слышно хотя и так хорошо слышно вот и starbucks есть представляете киоск starbucks starbucks все даже не выговорю здесь сколько все короче голодные здесь точно не останешься ну море купаться я не буду потому что я когда ездил волейбол играть один из вечеров я попробовал море она уже очень тепло и такой не люблю даша бы сейчас кифовал агрего а вот это море беговая велосипедная дорожка достаточно миленькая здесь как раз сегодня и облачный не так жарит дойдем до пляжа посмотрим что такое пляж здесь раз микрофончик включу потому что здесь ветрено как правило всегда ну по крайней мере как я попадаю приезжая на пляж здесь немножко ветрено но это хорошо то что совсем без ветра сейчас около 40 градусов вот так беговые велосипедные дорожки по аккуратнее даже самокатные дорожки эти просто километры километры с палатками приходит ну прикольно прикольно сидят эти каких спасатели и длинный 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 пляж это тоже кайфово короче прикольно я кстати проезжал сейчас тоже пойду море попробую что-то не засели все сидят неужели нравится теплая даже не теплая горячая для меня вода для меня она прямо горячие ну плюхаются чё-то это здесь на кая бич кая бич есть волейбол уличный тренажерные залы уличный воркаут в молодости мне очень нравилось мы висели постоянно на этих турниках на брусьях постоянно висит мол себе был даже подкачан вот что еще ну и короче здесь и туалеты и рестораны и кафе и так далее даже батут вот эти детские есть кайфский что можно попрыгать я пошел где-нибудь позавтраку и сейчас что-нибудь перекушу а уже на пляж пойду чуть позже после 12 сейчас 12 так ребят поскольку ветерок решил включить камеру значит что могу сказать вот лежак вот такой вот еще и с подголовником видите такой лежачок значит данный лежак стоит 120 дирхам вместе еще и с полотенцем полотенце дает в полотенце упал сейчас поправим вместе с полотенцем вода вода бутылочка воды стоит здесь 10 дирхам вот такая такая бутылочка воды так что еще но над головой у вас шезлонг но если честно даже через него я чувствую меня прям нагревает водичку я зашел окунулся она конечно же не остужает вообще никак она прям теплая вода но многим это нравится вот видим на особенно детям они не вылазит из такой воды до шульки мои тоже такая вода нравится она прям кайфует вот поскольку это платный пляж поэтому здесь мало народу потому что там вот если будет вам видно из-за шезлонга наверно не будет видно но сейчас попробую приблизить вот там куча народу видите там бесплатный пляж здесь ограждение стоят но этот спасатель везде сидит и там и здесь я узнал у паренька у это спасатели горячо как с волейболом здесь дружище он будет эвридэй волейбол и профессионалы и непрофессионалы собираются там в 6 часов вечера 6 часов вечера уже не так жарко поэтому здесь все собирается так по ценам я сказал что еще ну вот поскольку у меня выходной я выперся конечно в обед сейчас в дубаях час дня и это у грубая самое пекло вот сейчас у до трех вообще лучше ну в такое время лучше либо сидеть на холодном бассейне который охлаждается кто не знает многие бассейны в турции в турции в дубаях они с охлаждением то есть есть бассейны с подогревом как правило в турции в дубаях они с охлаждением то есть ты заходишь там реально холодная вода например как в отеле в rixos и в некоторых комплексах есть бассейны которые тоже идут с охлаждением вот это достаточно приятно потому что в море я говорю тепло те люди которые не очень любят теплую воду я вообще всегда утром чтобы вы знали делаю этот контрастный душ сто процентов но у меня вода вот грубая в той водой который я моюсь в душе там например мелкий заскакивает пап холодная вода или даша за этом попробует как ты мощно такой ну то есть я не могу в горячей воде я не люблю там теплую воду даже наверно градусов там даже 27 это мне некомфорт 25 вот чтобы я прям чувствовал хотя бы что я там просыпаюсь или охлаждаюсь или чуть-чуть так 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 что еще и не рассказал да в принципе все удобная парковка платная есть есть городская платная есть вот именно от пляжа платная было написано что-то 5 дирхам в час ну если там на 4 часа приехал 20 дирхам ладно ничего страшно вот в общем отдыхаем еще пару часиков и будем двигать домой так друзья я сегодня на домашнем готовлю но я в принципе каждый вечер готовлю просто не снимай не пока что мне кажется не всегда это интересно скинул я кстати скинул здесь сейчас я вам скажу около четырех с половиной килограмм хотя я здесь нахожусь без грудь недель в итоге просто жена не закармливает девушка у меня молодец готовит каждый вечер очень вкусно готовит но вот здесь я сейчас нет а значит нет никто не закармливает и как раз и как раз это с одной стороны хорошо там говорит вот жена тебе там не готовит вас я рад что вечером не не готовит до шутку пожалуйста не готовь то что вечером больше всего как бы вот например за сегодняшний день у меня был распорядок дня такое значит утром овсянка потом по дороге съемку круассан кофе в обед я пообедал что ел а я был фастфуде в китайском то есть было курица и был салат овощной вот и сейчас вот на вечер у меня тоже курица эта грудка я ее сварил и сейчас тут немножко хочу обжарить чтобы она не такая постная была и вот такая вот у меня каша вот единственная я не знаю как эта каша называется но она мне так заходит просто пипец да я понимаю сейчас многие стать что в кашу на ночь нельзя не знаю я ем эту кашу на ночь и я не поправились может быть и за то что у меня сейчас гиперактивность потому что я с утра встал и погнал по делам по работе еще плюс я успеваю там вечером как сегодня в зал сходить либо на волейбол вечером съесть вот так то есть стараясь время находить для спорта всегда хоть даже иногда там за сильно устал набегался и тогда все равно вот ну заставляю себя и сейчас еще добавлю сюда лучок все это дело обжарю и будет просто кайф так но если вам в логе вот такие вот про еду заходит причем еда самая обычная то есть я не какой-то там повар ничего не умею там лепить масс мудрить и так далее хочется туда помидорчик почему-то добавить ну вот мне нравится мне и нравится готовить но вот когда в таких случаях я там сильно голоден мне не нравится готовить не хочется быстро уже поесть потому что и так сейчас уже здесь 8 часов вечера а я как бы дал себе обязательства до восьми есть но раз поздно пришел пришел поздно с работы еще ходил в зал пока был в зале время конечно прошло ужина но вот решил не откатывать так добавлять не добавлять помидорку ладно не буду пусть лучок протушится помидорчик а самое главное самое главное у меня вот здесь это вот такая тарелочка небольшая тарелочка то есть это салатница она как бы большая мы здесь по сути немного салата так это все выглядит здесь кинза здесь шпинат здесь этот как его хотел сказать брокколи мар этот помидоры огурцы и и что еще а и сельдерей он вспомнил увидел и и сельдерей если посмотреть в мой холодильник то все понятно почему я питаюсь правильно что я ничего другого не покупаю надо кстати брокколи завтра готовить брокколи цветная капуста срок очень вкусный хлебцы вместо хлеба брокколи помидоры творог вот еще здесь завалялся и кстати я делаю знаете что я всю воду которую покупают для питья я сразу ее замораживаем все бросаю в холодильник в морозилку замораживаю а потом уже не так световую во-первых здесь жарко хочется всегда холодненького а во-вторых я услышал что долга жители люди которые живут в горах и пьют воду именно талую то есть в горах выпадает снег они набирают его растапливают и пьют круто конечно бутылках пластиковых это конечно не горный этот не горная вода но все равно зачет увидимся короче за столом и так все готово у меня значит кашка как я говорил и вот курочка с салатом вот так это будет по интересе смотреться и понятней каш конечно как я и говорил не обязательно на ночь лучше не на начал обед я заметил когда ты ешь какую-либо крупу тебе так тянет на сладкое но это для сладкоежек кто любит сладкое там всякие газированные напитки кока-колы и так далее старайтесь про них забыть вообще потому что они только вредят вашему здоровью но иногда же мы же не роботы иногда все равно знать и хочется прямо особенно когда жарко холодный колы как дать поэтому иногда все другие даже как бы все срываются я уверен но раз там даже в неделю это фикс не вот так что приятного мне аппетита вам тоже приятного аппетита смотрите мои влоги я наверное вернусь к тому что буду снимать почаще почаще но при этом как бы чисто light суда буду минимум рабочих моментов засовывать потому что я так понимаю рабочие всякие темы не очень интересны поэтому буду только light кстати кстати хотел вас попросить вот купил себе такую электронную книгу дня четыре назад уже кстати успел прочитать одну книгу я прочитал а две кстати я прочитал алые паруса и я прочитал три товарища по моему называется там не небольшой небольшой рассказ и сейчас читаю самурай без меча вот посоветуйте что почитаетесь моя электронная книга позволяет там скачать и практически все что угодно любую книгу я почему я взял потому что вот там в дубае в турции где где угодно находишься нужно там пойти в магазин найти на русском языке там вряд ли продаются книги в турции кстати стали продавать но опять же очень маленькое количество а здесь в электронке все полностью вот ну как бы это не реклама сразу я просто говорю о том что откупился и очень удобный размер то есть сначала думал надо побольше здесь надо прям побольше а потом понял что вот ну вот вот такая вот читалка я на ее называю она легкая в руке удобно и ну вот она даже если на ладони взять почти практически как ладони в руках она незаметная то есть легко и самое главное что можно читать при любом свете то есть солнечное освещение хорошо видно выключить вот здесь везде свет в темноте он подсвечивается так что глаза не болят то есть когда выключаешь свет и сидишь телефоне у тебя все равно болят глаза от этой читалки не болят глаза то есть ну как бы я название могу показать кому интересно опять же говорю это не реклама мне все равно какую читалку там вы читаете или хотите купить но я к тому говорю что вот я купил мне очень удобно что еще здесь можно закачать через интернет через браузер также можно закачать книжку через приложение через положить или приложение чуть геморрой не потому что сначала установили приложение в телефон потом сопрягаешь телефон с как бы это все все равно там течение 15 минут делать но все равно сопрягаешь телефон с читалкой скачиваешь на телефоне и перед перри закачиваешь суда бред бред просто заходишь в браузер здесь то есть создаешь логин пароль там на регистрируешься как это называется в покину покину по моему да просто регистрируешься привязываешь свою карту заходишь и книжки качаешь там по копейке то есть даже книга там нормальная стоит тысяча там полторы тысячи рублей на но либо в долларах там я знаю сколько 20 30 долларов 40 долларов ну все зависит от книги от том вот здесь я смотрел все вы книги там 5 долларов 3 доллара 2 доллара почему-то и скачал прочитал машина кстати здесь еще есть у разных читалок разная память и вот здесь читалки которые без встроенной памяти там них там типа 15 16 гигабайт людей 8 гигабайт 16 я уже много сказал это уже будет стоить за сколько на этом смотрел за 200 долларов данная книга стоит 150 что такое 150 долларов вот имеющие сим-карту куда вставить сим-карту я имею карту памяти вот здесь вставляешь до 128 гигабайт и можно качать значит целая библиотека у тебя будет ну а так по большому счету как бы я же книгам тоже не привязывая прочитал удалил я знаю мне даже до шулька некоторые книги любит перечитывать я вообще никогда не люблю перечитывать я даже не люблю книги читать которые я фильм смотрел например все я не буду читать потому что как бы я как бы смысл понимаю знаю и мне уже неинтересно представляете потом все от гарри поттера какое-то время тащились я понимаю что я не могу просто читать я знаю что будет как бы смысл хотя гарри поттера смотрел так краем глаза он на самом деле фильме книги не нравится вот все таки мне кажется такая подростковая тема значит все сказал вроде про эту книгу короче нарадоваться не могу от вас хочу попросить в коментах напишите какую книгу вы рекомендуете именно топ свой прямо топ топ то что он нравится ну и конечно пишите о чем это какой жанр хорошо буду очень признателен потому что я не все жанры читаю до шутка у меня только триллеры и все вот такое нравится я очень редко такой читай вот так что если у вас есть какие-то книги которые вас вообще вот прям вдохновили я не знаю там завели я не знаю настроили на хороший лад конечно же такого плана я книгу мотивационные какие-нибудь но только не вот эти встань иди я расскажу тебе как быть успешным встань и иди или подними свою чтобы стать успешным ну там нужно поднять свой зад вот такой вот бредятин я вообще не люблю читать как только я вижу в начале книги что я научу тебя быть богатым все я закрываю такую книгу выбрасываю потому что кроме тебя это никто не сможет сделать вот там быть богатым успешным и так далее вот такую чухню почему-то не люблю читать я их кстати еще с этого киосаки как начал читать вот многие вдохновляйте я как бы ну я равнодушен мне как бы вроде понравилась книга но я понимаю что из вот этой вот толстиной книги я мог бы там выбрать ну три-четыре грубые образно фразы и все все остальное вода такая что просто просто ну то есть вот когда в книге много воды то же самое там и тяжел алые паруса кто-то вдохновляется кто-то говорит вау вообще просто произведение просто вау ну там вода водная то есть пол книги нормально написано пол книги ну ладно я не буду на вкус и цвет товарищ нет поэтому ссоре кому нравится такой ссоре потому что все мы разные в общем посоветуйте то что читаете вы я с удовольствием с удовольствием загружу и почитаю посмотрим совпадают ли у нас вкусы с нашими подписчиками а замускать книга значит покетбук вот так она называется кому интересно можете загуглить и посмотреть цены в вашем доме она кстати должна на валбурсе есть то что можно прям на области сказать но все приятного аппетита с вами был серега пыдзарь всем пока